Так закончилась бесславная история очередной группы украинских предателей. Семеро жителей Днепра более года работали в тесном сотрудничестве с главным разведуправлением России, передавая туда информацию о ВСУ и координатах в родном городе для ракетных ударов. Все время они были рядом. Здесь, в Днепре, работали, ходили по магазинам, как обычные люди. А после 24 февраля поступила команда, и они сразу стали теми, кем и были по своей сути – предателями, шпионами, агентами России и наводчиками. Трагедия 14 января, когда ракета Х-22 попала в жилой дом Днепра и унесла 45 человеческих жизней, также, возможно, не обошлась без их участия. Учитывая, что данный тип ракет не является высокоточным, предатели могли корректировать удар по объектам, находящимся вблизи пострадавшего дома. Сейчас следствие отрабатывает эту версию. В обязанности обезвреженной украинскими силовиками группы наводчиков, в частности, входило передавать координаты поставленных российскими кураторами целей, и после очередного обстрела выезжать на места для фиксации последствий ракетных ударов. С начала полномасштабного вторжения семеро представителей работали под кураторством лидера пророссийской радикальной общественной организации СЕРБ, главной идеологией которой есть сопротивление евроинтеграционным процессам Украины и поддержка идеи отчуждения украинских территорий состава РФ. Одним из лидеров СЕРБ источники называют уроженца Днепра Игоря Бекетова, также известного как Гоша Тарасевич. В свое время он получил российское гражданство и жил в РФ, принимая активное участие в антиукраинских акциях. Информация о том, является ли именно Бекетов куратором обезвреженных в Днепре наводчиков, сейчас уточняется. Кроме того, агенты РФ собирали разведданные про базирование и перемещение сил обороны на территории региона в попытках определить позиции украинских систем ПВО. Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы. Результатом блестящей операции сотрудников СБУ семеро опасных преступников обезврежены, и сейчас в отношении них ведутся следственные действия. Обнаруженные во время обысков у участников группы «Улики» предварительно свидетельствуют о том, что от корректировки ракетных ударов изменники Родины собирались перейти и к более радикальным действиям. Во время обысков по адресам задержанных правоохранители обнаружили самодельные взрывчатые устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированного общения с врагом. Кроме того, была обнаружена прокремлевская литература. Арестованные в Днепре наводчики мотивами своего предательства ничем не отличаются от подобных им коллаборантов. Все как обычно – деньги и промытые российской пропагандой мозги, страдающие по давно почившему СССР. Как правило, два мотива. Первый – это психологический психотип, который остался на развитии с 1975 года. А второй – это материальная нажива. Дело в том, что за каждую информацию им платят деньги. Это 100%. Поэтому какое перевешивать, я даже не знаю. О, быстро!